Меньше чем через неделю в дома православных верующих России придет вербное воскресенье. Накануне в храмах будут освящать и раздавать веточки вербы, как ее называют в народе. Но уже сегодня пучки можно купить. Сколько они стоят, мы решили узнать на улицах Барнаула. 50 и 100. А от чего зависит? Пушистая, не пушистая. Она же разная здесь. Такой 100 рублей. Пушистая, 50, 30, 20, 10. Вот такие. Белые и красные. А какие лучше покупают, белые или красные? Ну вообще красные покупают. А почему покупают красные? Потому что они красивее, наверное. В православии вербное воскресенье имеет и другое название – вход Господен в Иерусалим. Этот христианский праздник отмечает воскресенье, которое предшествует Пасхе. Накануне этого дня Иисус Христос вошел в город, где его приветствовали как царя, спасителя и чудотворца. Согласно священному писанию, под ноги ему постелали одежды и пальмовые ветви. Однако в Иерусалим Христос вошел не чтобы стать царем, а чтобы взойти на Голгофу. В православной традиции у нас называется вербное воскресенье. Дело в том, что когда в Древнюю Русь прошел этот праздник, у нас не растут пальмовые ветви. Но так как это очень еще и символично, так как верба – это первое живое растение, которое воскресает из мертвых, подобно Христу. И это не просто символ, символ победы, это еще и духовное наполнение. Оказалось, что в науке нет понятия верба. Все растения, которые так называют в народе, это разные виды ивы. В Алтайском крае их около 30, а в России почти 100 разновидностей. Соцветия ивы вскрываются и формируются в апреле. Их задача, как у ветроопыляемых, – отсвести до того, как распустятся листья. Пушистые вот эти почки, когда вскрываются, это соцветия. У всех ив они такие, просто у каких-то они очень маленькие, а у некоторых видов они покрупнее. И как раз их, как правило, используют. Это либо ива астролистная, либо ива козья, либо шелюга желтая. То есть, вот, ну, чаще всего их берут, у них тоненькие веточки и крупные получаются вот эти соцветия. Они красиво выглядят. Ива – широко распространенные и неприхотливые растения. Поэтому, по словам специалистов, ежегодное обламывание ветвей не принесет ощутимого вреда популяции. Кроме того, на месте облома пойдут новые веточки. Так что дерево или кустарник просто станут более ветвистыми. Юлия Шаламова, Роман Хайрулин, Новости.